вторые веньки будут подписчики мопеда раритетовича сайта вагнерленд.ру и это четвертая серия видеоряда перекличка и по созвучности она будет посвящена мопеду рига 4 рижского завода саркана звать данная модель риги выпускалась с 1968 года под 1973 год и была по факту улучшенной версии риги 3 улучшена и доработана а мопеде он оснащался 50 кубовым усовершенствованным двигателем с 52 либо ша-52 имел диаметр цилиндра 38 миллиметров рабочий ход 44 миллиметра и развивал от 1 8 до 2 и лошадиных сил карбюратора на данном мопеде применялся к 35 б на одних мопедах этой серии был он с металлическим фильтром принудительным обогатителем а потом уже в дальнейшем стал применяться пластиковый воздушный фильтр по моему сетка была набита и который еще плюс этот фильтр выступал акустическим фильтром который глушил шумы на впуске мопед значительно отличался от своего предшественника одним из нововведений по двигателю ша-52 был привод спидометра который располагался в левой крышке теперь привычный привод который располагался на переднем колесе если не ошибаюсь заднем не могу ошибаться и не помню перекочевал на вторичный вал и пацаны когда меняли звездочки ведущую и ведомую получали на родном золотком спидометре просто ошеломляющие значения там уходили вложили стрелочку это бедный несчастный и уходили в далекий форсаж рама трубчатая плюс задняя часть являла штампованную сварную кузовную часть как автомобилей и на ней крепился двигатель в нижней своей части и остальные элементы крыла подвески на этой части рамы в этой вы штамповке под сиденьем располагался небольшой такой импровизированным бардачок багажник как вы видите в отличие от от третьей модели получил уменьшенные габариты и перенес с верхней части рамы на боковую крылья заметно похудали это было связано с тем что на данном мопеде начали применяться 16 дюймовые колеса размера сюшин 2 250 на 16 тормоза оставались барабанного типа и кстати ступицы весного введения новыми колесами уже шли под 32 спицы крылья заметно похудали как видите подвеска передняя оставалась телескопической пружиной без гидравлики задняя маятника тоже на пружинных амортизаторах руль оставался привычно широким но уровень управления ручка переключения передач потеряла любимые подсказки электрооборудование очень было усовершенствовано мопед получил выносную катушку зажигания оставался все тот же родной магдина генератор 18 ваттный были еще 15 ваттный первых выпусков модели 6 вольт запитывал лампу головного цвета клаксон переменного тока и задний габарит расход у этого мопеда составлял контрольный около двух литров но это контроль на скорость 3 километров в час по факту на мега челленджи в прошлом году расход был в районе трех с половиной литров это проверено это в режиме полный газ пол данный мопед был куплен мной в ноябре-декабре 2012 года у знакомого человека из юбилейного которым не кучу фототехники к и лица подогнал из того момента но на педе был поменян бак там стало 3 и 16 на родной сидушка перетянута и багажник на 3 и 4 связи с тем что родной багажник был узкий и сумка так и норовилась него свалиться то то что у меня был был так вот доваренный в личиной площади чтоб сумка не перекатывала запуск двигателя производился педалями этими же педалями приводился привод тормоза заднего колеса я бы как многие мои подписчики просят запустить этот мопед запустил бы если бы этот двигатель запускался сейчас двигатель стоит от мопеда mp-046 у которого еще более печальные были проблемы по двигателю и поэтому запуск не будет так что спасибо всем за внимание подписывайтесь и ждите следующую серию всем пока